МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные темы выпуска. Подробности трагедии 2 мая. Милиция рассматривает 4 версии произошедшего. Общественники винят силовиков. В течение часа по тревоге можно поднять весь одесский гарнизон милиции. Пляж Отрада стал коммунальным. Будем вносить и принимать новый порядок пользования и положение порядка пользования пляжами. Завел в катакомбы и зарубил топором. Сколько ударов вы нанесли? Четыре. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте. Все, чем запомнился четверг, 26 июня, в репортаже корреспондентов Первого городского в студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И теперь подробнее. Кровавую бойню 2 мая спланировали заранее. Милиция озвучила основные версии произошедшего. Их четыре. Параллельно с силовиками события реконструирует Одесская комиссия. Выводы не совпадают. О результатах и версиях расскажет Дарья Степаненко. Милиция рассматривает четыре версии произошедшего. Первая – массовые беспорядки могли организовать экстремистские группы Евро и Антимайдана. По второй версии – кровавый сценарий – это попытки местной власти дискредитировать руководство страны. Третья – бойню в центре города спровоцировали футбольные фанаты. И последняя версия – проукраинские активисты решили запугать сторонников федерализации. Причастность России к трагедии следствие не рассматривает. Обвиняемыми по делу проходят больше сотни человек. Судить их планируют в конце августа. В то же время губернатор Игорь Палец утверждает – в Киеве задержанных с обеих сторон выпускают на свободу. В Киеве каким-то образом убийцы выпускаются под домашний отрезок с Печерским судом. Каким-то образом появляются сотники, несотники, еще кто-то. И те люди, которые с трудом задерживаются на территории Одесской области и города Одессы, выпускаются в Киеве и до Одессы не доезжают. У общественной комиссии по расследованию событий 2 мая другое мнение. Журналисты и гражданские активисты винят милицию в бездействии. Есть так называемый план «Волна». По-украински это называется план «Хвыля». Согласно этому оперативному плану в течение часа по тревоге можно поднять весь одесский гарнизон милиции. Можно было бы поднять. Результаты криминалистических экспертиз хотят сделать открытыми для одесситов. Это позволит не дать силовикам скрыть подробности дела. Что вот опыт этого дела будет как бы немножечко сдерет завесу с этого громкого слова «тайна следствия», которое, я повторяю еще раз, до сегодняшнего дня это просто попытка прикрыть дела милиции. В отличие от милиции, гражданские активисты считают события 2 мая совпадением множества факторов, а не организованным преступлением. Я не вижу возможности для будь кого в Одессе, принаймне, спланувати, сделать этот сценарий пошаговый, с початку до конца всех этих подействий. Кому верить, неясно. Милиция потеряла авторитет в глазах людей, а гражданские активисты пока не заслужили. Чтобы сделать расследование более объективным, в комиссии пригласят иностранных независимых экспертов. Президент Порошенко также заявил, что к расследованию убийств на Майдане независимости в Киеве и гибели людей в Одессе 2 мая нужно привлечь международных экспертов, а все виновные должны быть наказаны. Дарья Степаненко, Олег Шпак, Первый городской. И к другим темам партия регионов потеряла большинство в Одессе. Из фракции вышли 17 депутатов городского совета и 11 областного. Экс-регионалы создали группу за европейскую Одессу и депутатскую группу «Удар», в которую также вошли представители фронта ЗМИН. Три депутата пополнили группы за Одессину Алексея Гончаренко и за экономическое развитие Игоря Смирнова. Еще семь человек вошли в ряды группы «Одесса-туристическая» Игоря Белинского. Уход в оппозицию и ультиматум горсовету. Последние несколько недель Координационный центр Майдана вел переговоры с мэром Трухановым о сотрудничестве горсовета и общественников. Сообщили, договориться получилось. В итоге на вчерашнюю сессию из заявленных 15 активистов пустили только троих, несмотря на то, что свободных мест в зале было много. Иллюстраторы демонстративно вышли из мэрии, а теперь выдвинули свои условия депутатам выполнять обещания и быть конструктивными. Одесский городской совет за все четыре года своей деятельности не заслужил от одесситов ни одного доброго слова. Если наш депутатский корпус окажется неспособным к конструктивной работе с оппозиционным координационным центром общественных организаций Майдана, то мы со своей стороны начнем совместную кампанию и в Одессе, и в Киеве с требованием немедленного распуска Одесского горсовета в Верховную Радую. Координационный совет несколько раз подчеркнул свою оппозиционность и к Одесскому горсовету, и к мэру Одессы Геннадию Труханову. Пляж Отрада стал коммунальным. Арендатор Одесской канатной дороги отказался обслуживать эту территорию. Напомним, пляж оказался в центре внимания после скандала с участием журналистов Первого городского 11 июня этого года. После инцидента здесь демонтировали турникеты и заборы, а теперь территория стала городской. Тема продолжит Валерия Наумова. На скандальный пляж отныне могут попасть все желающие. Одесская канатная дорога, которая арендовала территорию в течение многих лет, разорвала договор с мэрией. Чиновники во главе с мэром уверяют, такая участь постигнет каждого недобросовестного арендатора. Осталось только изменить правила эксплуатации пляжей. Будем вносить и принимать новый порядок пользования пляжами, который облегчит нам задачу принимать экстренные меры, когда иногда понадобятся, к тем недобросовестным арендаторам, которые не пускают наших людей на пляж. Пляж от Рада стал знаменит на всю Одессу после скандала 11 июня 2014 года. Люди, которые представились отдыхающими, попытались силой вывести с территории журналистку первого городского Марию Ковалеву. Болеец! Вы что? Болеец! Потом пляжные хозяева столкнули в бассейн оператора телеканала Сергея Самойлова, вместе с техникой, которая после купания вышла из строя. Болеец! Через несколько дней нерадивых арендаторов и агрессивных отдыхающих навестили активисты Евромайдана. Они выловали забор, который преграждал путь одесситов к морю. По указанным фактам в отношении владельцев канатной дороги начали досудебное расследование. Но пока милиция выясняет все обстоятельства инцидента, арендаторы окончательно покинули пляж. Доступ к морю открыт. И далее криминал завел в катакомбы и зарубил топором. Милиция задержала мужчину, который жестоко расправился с 17-летней девушкой. Трагедия разыгралась на одном из пляжей Одессы, где парень вместе со своей знакомой распивали алкоголь и ссорились. Подробности кровавой драмы у наших корреспондентов. За этой дверью ведущей в подземелье жестоко убили несовершеннолетнюю деситку. Молодой парень, который признался в содеянном, рассказывает все подробности преступления. Он познакомился с девушкой на пляже, где на тот момент жил. Слово за слово между молодыми разгорела ссора, которая переросла в драку. Девушка ушла, но вскоре вернулась. Изрядно выпивший мужчина разозлился и повел незваную гостью в катакомбы. Там под руку ему попался топор. Куда ударили? По голове. Сколько ударов вы нанесли? Четыре. Закрыл двери, спустился на море, на пляж. Выкинул топор в воду. Спустя некоторое время мужчину нашли сотрудники милиции. Был задержан гражданин Крыма 22 лет, от которого впоследствии были получены признательные показания. По данному факту начато уголовное производство. Сейчас парень находится под стражей. Задержанного обвиняют в умышленном убийстве. За это ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Валерия Наумова, Первый городской. Ликвидировали спиртопровод. Уникальная многокилометровая конструкция состояла из обычных резиновых шлангов, двух бочек и насосов. Труба пролегала по дну Хучурганского водохранилища. Из Приднестровья в Украину по ней проходило по 10 тонн нелегального спирта в день. От дачи, дачный поселок до лимана, непосредственно водоема, трубопровод проходил под землей на глубине порядка метра, порядка двух-полутора-двух километров. Данный шланг проходил под землей. Далее он шел по дну лимана и в последующем был выведен на территорию сопредельного государства, по населенному пункту. Хитроумную конструкцию еще в апреле проложил одесский водолаз. Незаконный транзит спирта осуществляли 4 украинца и 4 жителя Приднестровья. Все они задержаны. Ведется следствие. Цепко снова на экранах. Известная аферистка Мария Цепко опять засветилась на телевидении, на этот раз российском. О ней упомянули на канале «Россия-24» в сюжете о расследовании трагических событий 2 мая. В кадре Маша слезно просит Путина защитить от преследований. Мария Цепко специально для журналистов разыгрывает различные роли. Солдатской матери, луганчанки или волонтера, который собирает деньги. О гастролях телезвезды расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Красиво плачет. Редко кому удается услышать подобный комплимент. О слезах Марии Цепко рассказывают на центральных телеканалах Украины и России. Мария – аферистка. Она – профессиональный провокатор. Некоторые кадры с ее участием используют многократно. Настолько Цепко полюбилась журналистам. Это видео снято у посольства Украины в Москве, где собрались вынуждены покинувшие Одессу активисты Куликово поле. На родину теперь опасно возвращаться. Эти кадры промелькнули 21 июня в выпуске новостей телеканала «Россия-24». Сняты они были еще в начале мая, сразу после одесской трагедии. Цепко приехала на гастроли к посольству Украины в Москве. Я обращаюсь к президенту Российской Федерации, к Владимиру Владимировичу Путину. Путь к славе был длинным. Маша под разными предлогами обкрадывала доверчивых киевлян и одесситов несколько лет. Телевизионный талант открылся в Цепко более трех месяцев назад. Случайно попала в кадр 25 февраля во время прямого эфира Первого городского и завертелась. Также тут собирают финансовую помощь. Правда, зачем, я еще не успел выяснить, но мы сейчас это попытаемся. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Мария. Мария, вы собираете деньги на какие цели? Мы собираем денежные средства для покупки палаток, для покупок удочек, флагов и все, что нам требуется на сегодняшний момент для открытия палаточного городка. График гастролей плотный. Киев, Одесса, Харьков, Севастополь и Луганск. Теперь еще и Москва. Маша успела попробовать себя в роли матери-солдата, обиженной майданом киевлянки, сердобольной одесситки и даже героической луганчанки. Покажите, пожалуйста, ваше аккредитационное письмо. Там объясняю, что вот там вот лежат незаполненные, непогашенные бюллетени. Покажите мне, кто вы такой, вы не имеете права находиться. Пока в карьере актрисы-аферистки наступило затишье, вероятно, временное. Трудолюбивая Мария сейчас вполне может разучивать новые роли. Екатерина Лапицкая, Первый городской. География катастрофы. К пятилетию музея Холокоста руководство подготовило справочник, в котором систематизированы данные о геноциде евреев, румынами и фашистами. К изданию также прилагается макет карты Транснистрии. Очень тяжело идентифицировать места, где лежат еврейские кости. Потому что, когда румыны гнали евреев из Одессы, никто эти места не записывал, никто не брал паспорта, не сверял фамилии и не записывал, в какой яме кто лежит. Поэтому была основная проблема установить эти места. На страницах справочника можно найти географические координаты концлагерей, гетто и мест массовой казни на территории Одесской и Николаевской областей. В скором времени планируют издать вторую часть справочника. В нем специалисты расскажут о результатах аналогичной работы на территории Приднестровья и Винницкой области. Шевченко на разных языках. В Одессе продолжают праздновать 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Представители иностранных общин города читали поэта на 15 языках. Как звучит Шевченко на испанском и иврите, слушая Патерина Лапицкая. Тоскалити на туда-то, Днепр и поля-то, доси вижда, доси чувак, как реверика-то. Эсперанто и иврит, польский, белорусский, армянский, немецкий и чешский. Заповесть Шевченко звучит более чем на 15 языках. В этом произведении чувствуется украинская мудрость, не по годам. Вот эти моменты мне понравились. И более того, я решил перевести это произведение на итальянский впервые. Виктор выбрал малоизвестный стих «Наженыся на богатей». На итальянский перевел очень легко, буквально после первого прочтения. Переводить поэзию Тараса Шевченко задача непростая, признаются чтецы. Иногда все же приходится обращаться к словарю. Некоторые из них являются авторами данных переводов. Есть такие вот в еврейском обществе. Автор сам лично согласился прочитать свой личный авторский перевод. Говорят, реакция зала порадовала. Даже те, кто не знает иностранный язык, легко улавливают суть. Ближе всего к оригиналу белорусский вариант перевода. Как поли, широкополи, и Днепро, и круче. Было видно, было чутно и окровировуче. Сам язык наш белорусский, как я уже сказал, он практически во многом схожен. То, что касалось перевода, то трудностей особой не было. Читают дети, читают взрослые. Весь 2014 год произведения Тараса Шевченко будут на слуху. Так в Украине празднуют 200-летие со дня рождения поэта. Екатерина Лапицкая, Андрей Кульба, Первый городской. Таким стал четверг, 26 июня. Это было время Одессы на Первом городском. И с пожеланиями только позитивных новостей я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего хорошего, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин